Знаете, для чего мы тянем влага? Для того, чтобы он почувствовал вот это натяжение Ты не слышишь? А? Какой-то рюстит Нет, это не он, простит И, Мария, теперь попробуй его вывесить Влага Законяй, потренируешься Слава, вот и чуть-чуть 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 И тогда дальше будем взорваться Для чего мы навешивать будем Влада? Кстати, Влада уже был опыт подвешивания Расскажи, Влад, чего это было потом? Потом не отлично Что чувствуется? Такое покалывание, приятное Ну, приятное было? Приятное, да Да Хотелось еще Хотелось еще повесить Значит, когда вы Вот так вы навешиваете Нужно, чтобы шейка Прижималась обязательно Той поверхности, которая прижималась Вот это место и поясничный отдел Позже Позже Встречаем 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 И теперь по темам вот это движение делаем. Мы сначала делаем вдох в поясницу, потом опять в район средней банки, потом в шею и вытягиваемся наверх. Одна сила тянет вверх, вторая вниз. Руки расслабь, чтобы они были расслаблены. И вот попробуйте что-то сделать типа, ну я не говорю о цыганочке, но вот такое как раз, чтобы слабое. Так вот, когда мы делаем вот это, или кто-то может делать, визуализируя руки, как мы на занятиях, энергетические, так вот когда вы расслабили себя, дальше ваша задача перевести себя в состояние раскрытия. Вот это состояние раскрытия. Вот это состояние раскрытия. А это состояние раскрытия. Состояние дня и утра. Вот оно. Вот это вечер и ночь. Вот когда у вас все хорошо и вам здорово, у вас состояние раскрытия. Когда все плохо, все погибло, все пропало, у вас состояние закрытия. Если человеку хорошо в состоянии раскрытия и записали его пульс, это один пульс. С одними функциями. А если у него все плохо и прочее, это совсем другой пульс. И если человеку в состоянии закрытия, если вам хорошо, в тишине, спокойной ночи и прочее, это не закрытие. Закрытие, когда у вас все погибло, все пропало. Когда вам хочется выпить, кому-то покурить, мало того все в танце, там еще и мазохисты. Садисты. Садисты. Мазохисты. У нас пульс имеет пять групп. Как у нас есть группа крови, так у нас есть группа пульсов. Есть нюанс в чем, что когда мы пишем пульс, очень важно, как вы сидите. Открыто у вас двумя клетки, не открыто. Вилочковая железа сейчас зажата или раскрыта. У вас состояние ума. То, в котором вам хорошо, и в благости, и в состоянии тало, или на гору склон. Вот если поймать вот этот момент, когда вам хорошо все раскрыто, все выделено, вы расслаблено, и прочее, то этим пульсом дальше можно оздоравливать себя в скоростном режиме. И этим пульсом записывать можно воздействовать еще и на продукты, на воду, на пищу, на самих себя и оздоравливать. Чем раньше вы запишете пульс, тем он, по идее, здоровее, если вы не молодеете. Поэтому необходимо создать банк пульсов. И дальше этим пульсом можно оздоравливать. Что у нас и делается. Пульс жизненной силы мы не слышим ухом. Мы его слышим только на базе сезания. То есть необходимо от звукового сделать переход на уровень сезания. Когда человек полчаса, час висит на него, вывешивается шея, открывается. Сначала он еще происходит. Сначала начинает открываться какой-нибудь замок внизу, потом в середине, потом чуть-чуть наверху, потом опять внизу, еще, еще. Потом у него вдруг начинает усиливаться кровоток в шею. Он усиливается, усиливается. Начинает сжиматься сосудик. Потому что кровь слишком много пошла. Потому что замок откроется. Потом это все выравнивается. Когда он у него виселся. И вот когда он у него виселся. И лицо его перестает быть красным, как у помидора. У нас циркуляция крови может выходить по малому ходу, а может по большому. Вот тренированный человек, он не уходит по большому ходу. И вот когда выполнили все вот эти условия, как компоненты для горога. Вот тогда можно записать этот пульс. И если этот пульс дальше транслировать, записан качественно, на продукты, на воду, на человека, то, во-первых, мышцы расслабляются. И дальше человек становится пластичным. И очень легко. И это запускает как усилитель процесса регенерации человека. Это мечта. Помните, в сказках было? Вот он сходи за тренирую земель, принеси это. И он пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. И это он омолодит, оздоровит. Вот это некий аналог. И то, что Иисус Христос сделал, по большому счету, он будет усилителем вот этой жизненной энергии. Так вот этот Иисус Христос, по большому счету, его аппаратурно увидит. Пока в голове не будет порядка, это тоже не будет работать. Очень важно курс писать в этом состоянии. Все святые были из этого. Из этого не было. Возьмите, пустите земельку по спине. Вот куточку. И на ногах продышите себя спелом. Оттяните поясницу. Вот прямо, чтобы поясница оттянулась. Почувствуйте, как ее можно натянуть. Вот. Еще больше добавляйте. Вот. Натягивайте. Значит у нас без травмала. Вам нужно периодически это упражнение делать. Именно поясница. Попробуйте. Вот это сейчас у себя подтягивает. Это очень нужная вещь. И когда мы потом еще туда тужимся, то у нас естественным образом нижняя часть спины припузыривается. И вот этот хвост, который у многих загнут, копчик который отходит, он выпрямляется. И вот тут можно как раз, вот так вот имитируя вот там напряжение, себе выправлять вот этот как раз таки продел. А если он проваленный, то соответственно здесь шишки наверху будут. Соответственно, если вы здесь вставляете эти позвонки на место, то здесь начинают все выравниваться. И можно прямо вот, чтобы распирали их ребра покровления. Потому что движение крови вот вдоль позвоночника, оно очень, скажем так, связано с тем, как позвонки там стоят. И вот тут вот эти упражнения и асаны, которые я делал, как раз таки были предназначены для того, чтобы растянуть и поставить на место вот эти завалившиеся. И вот смотрите, вы наклоняете голову, прямо такой горбы, и туда вдыхаете. Вдыхаете поэтапно в поясницу, в район лопата, потом в верхнюю часть. Вы посмотрите, кому-то будет удобно, прямо вот туда ниже наклоняться, чтобы коленки шли к ушам. И ушел бы наверху, наверное. Слеги могут быть направо, налево, они должны быть только параллельно. И вот еще, посмотрите. Слеги, уздрекши, степь края и коллега слизистая. Теперь начинаем добавлять жидкость. Такие удары, как бы пульс. Пульс. Сейчас я буду посудовывать. На шею, на пульс. Чувствуешь пульс? Каждый вид пульса добавляет туда жироток. То есть, никто не делает. Вот, разбейтесь чуть-чуть на пары, и возьмите по копчику вот так тихонечко, рядом с позвоночником, постучите, чтоб там, особенно, пошла некая разблокировка. Вот это вот припузыриное. Вот это такое, как бы, вообще, макмонент. Слышите, вот, звук какой издаёт? Не знаю. У кого проблемы с почками, тому бы и сразу же сюда сдавать. Припузыри. Хороший тебя будешь! Хороший! Теперь встаньте на ноги и припузырьте район лопаток. И точно так же, в районе лопаток, по припузыриному, отстучите. Вот так наклониться, да? Нет. Можешь так найти максимально удобное... У каждого будет своё положение. Когда там, условно говоря, у вас пузыри образовываются. Где? На лопатках? Да, на лопатках. Да. На лопатках. Найди у себя вот это положение, чтобы потом, прям, вот, слышишь, ну, тебя? А, как-то, 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 как-то. Да, да, да. Ой, хорошо... О, ой, блохо! в в в в в Спасибо. Вот, слушай, слушай. Ну, поделай. Вообще, как бы, если вы чувствуете, что вам хочется что-то поделать, и с того, что вы уже умеете, не знаете, делайте, потому что это как бы, как раз вы переходите к реальной йоге. Погоди, да? Погоди, да, группа тебе? Нет, это你的 nome франк plz, если ты состоя из этого. Я? Или ты? Ну, тебе он, как сюда? Успомьтесь. Угу. Вот ищите в этом удовольствие, потому что, когда зацепите, и поймете, зачем тебя лукод дубинами по спине взять в баддистских монастырях? Да! И помните, вот район шейный. Учейко справлюсь. Так, чтобы она намокалась. На расслабленных мышцах, чтобы голова была. Главное, если на целом дремопустить, то он пащим номинировать. Я просто просто шею тексту, шею поведу. Я думаю, что она будет компенсия. А теперь, наверное, если вы шарф на карту, то в пустом пошаге, или что, то я пробую кинуть, то в пустом пошаге, но мы сюда также не взяли. По подлесной, по подлесной, по подлесной. Да. Выхни, выхни. Выхни, выхни. Ну, нет, это как раз. Так, теперь просто, подтягивайтесь. Чтобы при вдохе зацепили всю спину. Все, сложите ручки вместе и замрите. Делайте вдох и спокойный выдох. Дотяните шею. Прямо с шеи. Дотянитесь до копчика. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо.